Как оставаться сытым и при этом похудеть? Многие люди не могут похудеть, потому что они выдерживают жестких диет с тщательными подсчетом калорий и постоянного чувства голода. Вот если бы существовала такая диета, чтобы похудеть и при этом есть до сыта. А я похудела на 20 кг. Именно так, то есть ела жирную вкусную еду до полного насыщения и похудела. Такое чудо питания действительно существует, где вообще нет ограничений в размерах порции и никакого подсчета калорий. Ведь самое главное, она реально помогает похудеть. Подробности и мои тарелочки, то есть меню в описании под этим видео. Это питание является низкоуглеводным, то есть почти полностью отказываемся от углеводов в рационе, умеренно употребляем белков и едим много жиров. А теперь подробнее. Как и любая диета для похудения, эта диета практикуется с целью избавления от лишних жировых отложений. Суть диеты заключается в том, что человек вводит в свой организм китоз. Китоз – это особое состояние организма, наступающее у любого человека в условиях нехватки углеводной пищи. В этом состоянии организм, лишенный привычного источника энергии, начинает активно расщеплять жиры. Из жиров в печени синтезируются кетоновые тела, которые служат источником энергии для различных органов и тканин. Другими словами, лишив свой организм углеводов, мы побуждаем его расщеплять жиры, получаемые из пищи, и расходовать собственные жировые запасы. Такой режим питания и приводит к похудению быстро и без чувства холода, так как есть мы будем до полного насыщения. При расщеплении жиров в кровь выбрасывается большое количество кетоновых тел, которые используются клетками организма в качестве источника энергии вместо глюкозы. Но что это за такие тела, как они появляются и как превращаются в энергию? В состоянии китоза тело начинает избавляться от жировых запасов, при этом не обязательно урезать калорийность пищи. Из-за дефицита глюкозы уменьшается выработка инсулина, все это способствует сжиганию жиров. Кроме того, на этой диете у человека снижается аппетит. Не появляется острого желания сорваться и съесть весь холодильник, как это бывает при ПП, то есть при правильном питании. Специалисты выделяют несколько разновидностей такой диеты. Стандартная. Рацион на такой диете почти не содержит углеводов, он строится на следующем соотношении питательных веществ. 75% жиров, 20% белка и только 5% углеводов. Циклическая. Предусматривает периодическое употребление большого количества углеводов. Направленная. Здесь идет употребление углеводов до и после тренировок. Высокобелковая диета. Очень схожа со стандартной. Рекомендуют, чтобы рацион строился на следующем соотношении. 60% жиров, 35% белка, 5% углеводов. Многим известно только два варианта таких диет. Стандартная диета и с высоким содержанием белка. Циклическая и направленная считаются прогрессивными режимами питания. До недавнего времени на таком рационе сидели только профессиональные спортсмены. Что-то нельзя есть, чтобы похудеть на такой диете. Полный список разрешенных и запрещенных продуктов в описании под этим видео. Можете скачать бесплатно. Всю пищу с высоким содержанием углеводов нужно убрать из рациона. Например, продукты с содержанием сахара, мороженое, соки, шоколадные батончики, печенье, ну и так далее. Макароны, рис, крупы и прочее, горох, фасоль, нут и другие бобовые. Фрукты также, кроме небольшого количества ягод. Картофель, батак, пастерна и другие корнеплоды. Диетические продукты с низким содержанием жира тоже нельзя. Готовые соусы и приправы с сахаром. Также алкоголь, но не все. Главное, обращайте внимание на количество углеводов в продуктах. Читайте составом. Продукты, которые нужно есть, это мясо, курица, говядина, свинина, сосиски, ветчина, бекон, индейка и другие. Также жирная рыба, лосось, пунец, скумбрия, например. Яйца, масло, оливковое, льняное, кокосовое, очень хорошо помогает. Сливки, желательно жирные. Орехи, авокадо, натуральные приправы. Также все виды листьев салата и зеленые овощи. Ну и так далее. Еще раз напомню, ссылка на полный список в описании под этим видео. Как бы перейти на такое питание. Отказаться от углеводов будет непросто. Адаптация организма к новому питанию иногда доходит до двух месяцев. Все это очень индивидуально и зависит от пищевых привычек человека, количество лишнего веса. Поэтому мой план питания рассчитан как раз на два месяца. Основные плюсы такой диеты. Заметная и эффективная потеря веса. Без урезания колоража на этой диете удается терять жир легко и быстро. Об этом говорят не только диетологи, но и профессиональные спортсмены. При этом удается сохранить мышечную массу. Это очень важно для спортсменов, но и для нас тоже. Также ощущение сыплости. Никто на этой диете не страдает от чувства голода. Это из-за достаточного количества калорий в рационе. Профилактика диабета. При отказе от углеводов снижается уровень глюкозы в крови. Ведь из-за сахара при генетической предрасположенности может возникать сахарный диабет второго типа. Нормализуется артериальное давление и уровень холестерина. В первую очередь это происходит из-за потери веса. Также наблюдается активизация мозговой деятельности. Кетоны способствуют повышению концентрации внимания. Наблюдается улучшение состояния кожи. Она выглядит более ухоженно, появляется блеск. А если еще добавить интервальное голодание, это поможет быстрее сбросить больше жира. Сочетание диеты и голодания может помочь вам сжечь больше жира, чем одна диета. Поскольку периодическое голодание ускоряет метаболизм, способствует термогенезу или выработке тепла, ваше тело может начать использовать устойчивые жировые отложения. Кроме того, периодическое голодание может сохранить мышечную массу во время похудения и повысить уровень энергии, что может быть полезно для людей, сидящих на такой диете, которые хотят улучшить спортивные результаты и снизить жировые отложения. Потому что периодическое голодание уменьшает чувство голода и вызывает чувство сытости, что и помогает похудеть. В этом я убедилась на личном опыте. Поэтому мое меню как раз идет с плавным переходом на интервальное голодание. Если не знаете, как начать интервальное голодание, обязательно ознакомьтесь с моим меню. Чтобы начать интервальное голодание без стресса для организма и чувства голода. Подписывайтесь на канал. Если остались вопросы, напишите в комментариях. До скорой встречи. Пока.